Приветствую вас, алкогольная зависимость это весьма серьезная проблема любой пар, любого человека, любой семьи. И естественно, что никакие добрые слова здесь не помогают, к сожалению. То есть, если бы все решалось добрыми словами, то знаете, не было бы алкоголиков, не было бы этой проблемы вообще и так далее. Проблема в том, проблема в том, что ваш муж повторяет поведение повываться. У него сценарий свой. У него, как вы говорите, да, что он работящий, заботливый, хороший. Вот. То есть, такой правильный, да, вообще такой и все сделает, да, и всегда отзовется, да, и поможет, и все, ну вот. И все для вас, да, все для, так скажем, семьи. Но вот проблема, да, выпивая бесконтрольно. Это идет из детства. Подобное проявление идет из детства. И смотрите, его же никто не тянет, да. Пить, например, первый раз. Его же никто не заставляет, да, это делать. Но он это делает. Почему? Потому что ему это нужно. Ему это необходимо. Для него это важно. Понимаете? И он в этом нуждается. По крайней мере, для него эта нужда является важной. До тех пор, пока не будет понятно. До тех пор, пока не будет ясна причина, по которой человек так себя ведет, пока не будет понятно, что заставляет его снова и снова употреблять алкоголь, я полагаю, что ничего не изменится. Вы можете сколько угодно говорить ему что-либо. Вы можете ему сколько угодно объяснять что-либо. Это не уйдет. Объяснение не корректирует поведение. Объяснение не дает ему того, что нужно. Объяснение не помогает вашему мужу. С другой стороны, необходимо понять и следующее. Что вы сами своим поведением отчасти стимулируете его на то, чтобы он пил. Как? Вы ведете себя с ним, вероятно, как вам и сказал коллега, так же, как его отец, который пил. И который, скорее всего, не только пил, но и его бил. Я не говорю, что это обязательно так. Не говорю, что это обязательно вот именно так. Может быть и по-другому. Но факт остается так. Потребность в алкоголе это следствие целого ряда причин, следствие целого ряда обстоятельств. Это следствие целого ряда триггеров, которые нельзя взять и решить словами. Тут нужна работа. В идеале работа именно с психологом. В идеале работа в группе даже может быть. Понимаете? Для начала нужна полная детекцикация организма. Это серьезная задача. Поэтому не надо думать, что вы вот так вот возьмете и сразу можете все решить. Сначала необходимо подработать свое поведение, чтобы мужчина чувствовал себя более свободным. Потом необходимо, чтобы вы сами позволили ему, может быть, более свободно себя чувствовать. Больше давали ему ответственность. Чтобы ему не хотелось алкоголем себя проявлять. Да? Чтобы ему не хотелось как-то реализовываться. Да? Ну вот. Таким образом. Чтобы ему не хотелось вот так себя вести. Ну и, собственно, нужен диалог с мужчиной. То есть, что я хочу, там, что нужно. Ну, что нужно мужчине. Что ему необходимо и так далее. Что-то нужно понять. То есть, вы понимаете, слова здесь не работают. И взывание к тому, чтобы он исполнял ваши просьбы тоже. Вот эта химическая зависимость в том числе. Ну, я не знаю, конечно, сколько времени и как сейчас он потребляет алкоголь. Да? Но, тем не менее. Тем не менее. Как бы. Вот. То есть, с этим вот нужно разбираться. Если вы готовы ко всей этой работе. Если вы готовы к тому, чтобы менять свое поведение, свое отношение. Если вы готовы к тому, чтобы мужа своего поддерживать. Да? Это можно сделать. Если вы готовы. Если вы не готовы. Если надеетесь все решить словами. Лучше не стоит дальше пытаться. Сразу разводитесь с ним. Тогда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Пока. Йошенко. Продолжение следует...